Теперь о химике, может быть, скажем. Мукаш Искандиров, компания Касасфад, генеральный директор. Уважаемый Устанавович, вы знаете, что компания Касасфад представляет химическую отрасль. У нас больше 6 тысяч человек работает, только в моногородах Каратал-Жанатас 2,5 тысяч человек у нас там работает. География у нас большая, 33 страны. Основной, конечно, рынок у нас это рынок Европейского Союза, рынок СНГ, это, в первую очередь, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Основной, конечно, у нас желтый фосфор, мы торгуем в основном на Европейском Союзе. Только из-за ослабления курса евро, ну вот за последний год, почти больше, чем на 15% снизилась цена нашей продукции. Естественно, мы теряли свою конкуренцию перед китайскими переработчиками фосфора и вьетнамскими производителями желтого фосфора. Поэтому сегодняшняя объявленная корректировка национальной валюты, мы считаем, что своевременным и важным шагом для сохранения конкурентоспособности нашей отрасли, фосфорной отрасли в первую очередь. Поэтому мы полностью поддерживаем этот шаг и благодарим вас за эти решения. Мы только в этом году, мы ни на один день не останавливали инвестиции в наше производство. Мы в этом году полностью строим производство экстрационной фосфорной кислоты, законченную в следующем году, в первом полугодии, что нам на первом этапе даст увеличение объема производства моноаммония фосфор на полмиллиона тонн. А через два года еще до одного миллиона тонн. В этом году также очень много мы вкладываем в горную отрасль, много закупаем техники. Несмотря на все эти трудности, ни один рабочий у нас не пострадал ни на одну тин, и не говоря уже о других вещах. Задолженности нет, заработные платы по налогам тоже нет. Я думаю, что мы сейчас приложим после этого решения все наши усилия по улучшению качественной жизни наших работников. Спасибо вам за это. Спасибо. Кто еще желает? Пожалуйста. Аграрники. Уважаемый Нарсултан Абишевич, благодаря реализации программы «Агробизнес-2020» мы с удовлетворением отмечаем рост объемов производства по основным видам продуктов. Это мясо, яйцо, мясо птицы и молоко. Особенно в сельхозформированиях он составляет от 12 до 25 процентов в зависимости по категориям. И это очень отрадно, и мы за это благодарны. Мы забыли про валютные кредиты. У нас есть сегодня очень много инструментов финансовых, что позволяет вести не просто производство, а расширенное производство. И сегодня по стране продолжают строиться десятки комплексов, ферм и перерабатывающих предприятий. Что касается основного продукта растеневодства зерна, то мы давно привыкли, что это товар биржевой. И он, в общем-то, сам определяет цену, точнее, это определяется цена на мировых биржах. К сожалению, не по всем продуктам так. И особенно у нас сложилась очень серьезная ситуация за последний год именно в отрасли животноводства. Я не знаю, так вот случайно совпало, вы сейчас говорили о динамике падения цены на нефть. Но цена на сырое молоко, точно такая же динамика. Со 115 мы за год упали до 45. Сегодня она колеблется от 45 до 60. И это стало возможным, потому что идет большой приток дешевого. И, к сожалению, не натурального молока, потому что невозможно привезти на расстояние. А порошкового. И наши сельхозтоваропроизводители сейчас испытывают очень серьезные трудности в этом вопросе. И единственный способ, которым бы можно было... Ну, два способа. Либо наращивать объемы субсидий, либо выровнять валютные курсы для того, чтобы поставить в равные условия. Я думаю, что это позволит поставить в равные условия и ситуацию как-то выровнять в пользу наших отечественных товаропроизводителей. Единственное, поскольку мы работаем на продовольственном рынке, хотелось бы такое пожелание высказать. Мы же знаем прекрасно, что продукты питания, они всегда в первую очередь на контроле. Я бы хотел всех призвать, прежде всего коллег по бизнесу, чтобы мы видели не только стабильные цены на хлеб, мясо, молоко, яйцо, сахар и так далее. Чтобы мы во всем следовали этому курсу и ни в коем случае не поддались какой-то эйфории, азарту в погоне за какими-то сверхприбылями и начали накручивать цены на товары, услуги и так далее, и так далее. Спасибо. Это очень важный вопрос в этот момент, и мы предупредили всех наших хакимов и всех, кто занимается торговлей, никакого повышения цен на особенно чувствительные товары, это продовольствие, производится в Казахстане, продается здесь, никаких повышений цен здесь не должно быть. Погоню выхватить. Таких мы будем ловить и жестоко наказывать. Поэтому это вот вторая сторона медали, правительство будет за этим следить. Что еще? Кто еще? Пожалуйста. Константинович, генеральный директор компании «То Богатырь», представляю 7000 трудовых коллективов «Экибастуза». Уважаемый Александр Андреевич, огромное спасибо за своевременное принятое решение. Хочу вам сказать, что оно позволит нам сохранить существующую социально-экономическую обстановку в компании, реализовать все инвестиционные проекты, сохранить рабочие места и, как это было в прошлом году по вашей инициативе, увеличить по возможности заработную плату с тем, чтобы ни один работник не почувствовал изменения в экономической политике. Что касается вашего поручения по совершенствованию и снижению издержек производства, мы немедленно приступили к этому. И хочу вас заверить, что начиная с 2018 года, благодаря принятым решениям сегодня, себестоимость добычи угля в компании «Богатырь Камир» будет снижаться, начиная с 2018 года, на 120 тенге и к 2022 году до 150 тенге в реальных ценах. Это позволит сохранить компанию «Богатырь Камир» как жемчужина Казахстана и основного поставщика угольной промышленности. Для энергетиков. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Шукеев. Значит, Самрук Казна, здесь у нас трудится 320 тысяч человек, поэтому я хочу со своей ответственностью заявить, что принятые сегодня решения абсолютно необходимы и во благо нашей компании, потому что компания состоит из экспортеров и инфраструктурных компаний, которые обслуживают остальную экономику. Поэтому состояние остальной экономики очень сильно влияет на наши финансовые показатели. За последнее время мы держали объем производства, объем перевозок, объем услуг, но наш чистый доход начал драматически падать в два раза на 70% в казнанной газе. Значит, я помню, конечно, все эти четыре кризиса, которые были за всю эту историю, они все были разные. И я знаю одно, что под вашим руководством Казахстан из этих кризисов, наоборот, выходил обновленным, динамичным, более сильным и более мобильным. Я уверен, что в этот раз все так же случится. И все мы, вот в правительстве было очень много дискуссий, у нас есть определенный опыт борьбы с кризисом, какой набор инструментов применить к нынешнему кризису. И мы поняли, что этот кризис абсолютно не похож, например, на кризис 2008 года, когда это был все-таки секторальный кризис, он пришел из банковского сектора, были поражены строительство, малый и средний бизнес, сельскохозяйство. И ответ был абсолютно адекватный. Мы по вашему решению, по определенным механизмам, тогда вливали средства в эти сектора через банки второго уровня. А сейчас же, и в то же время, в это время, несмотря на небольшое падение, потом рынки металлов, экспортных товаров, нефти восстановились, и вы дали команду большому бизнесу тогда поддержать малый бизнес, все знаменитые вот эти меморандумы, казахстанское содержание. И большой бизнес тогда откликнулся, я хорошо помню, и этот набор мер хорошо сработал. Но сегодня мы видим, что это не работает, потому что в банках, на самом деле, достаточно ликвидности. Сейчас за два года, ну вот это открытая статистика, на корсчатах Национального банка и срочные депозиты в банках тенге увеличились в два раза. Банки не кредитуют реальный сектор, потому что в реальном секторе их клиенты теряют рынок, это понятно. Поэтому скачивать деньги через банки сейчас не имеет никакого смысла, понятное дело. Большой бизнес сам находится в очень сложном ситуации, поэтому привязывать к большому бизнесу малое и среднее тоже нет возможности. Этот вопрос системный, он стал понятным, что необходимо решать основной коренной системный вопрос о диспаритете курса национальной валюты. Поэтому сегодняшние принятые решения абсолютно необходимы, конечно, сложные, будут трудности поначалу, особенно в области, понятно, сдерживания инфляции, но мы видим, например, опыт России, где валюта девальвировалась больше, чем на 100%, но они все-таки удержали на 11% сегодня инфляции. Но мы имеем этот опыт, и у нас компактная экономика, и я уверен, что мы можем лучше, большего достичь. Я думаю, что на самом деле, что касается нашей компании, мы готовились, мы видели, что это неизбежное решение, и провели стресс-тесты по всем нашим компаниям. Конечно, сложнейшая ситуация складывалась в Казмной Газе, но вы очень вовремя приняли решение по финансовому оздоровлению Казмной Газе, мы провели вот эту операцию большую, и сегодня вопрос нарушения Кавинанта для Казмной Газа не стоит. Есть вопрос, касающийся текущей его ликвидности, из-за того, что себестоимость нефти, добываемой Казмной Газом, сейчас она выше, чем текущая цена на нефть. Но мы с Сават Макминбайчем это рассматривали и твердо договорились, что мы будем изыскивать свои внутренние резервы, в том числе углублять, расширять, ускорять программу трансформации. Я могу доложить, что там был создан институт бурения, и вот нанятые экспаты по программе трансформации, они вот уже улучшили технологии на двух только месторождениях, у Рихтау и Степной Леопард, и добились экономии 400 миллионов долларов. И таких инициатив КТЖ сейчас в закупках применяют технологии, которые могут дать экономию 10 миллиардов долларов в год. То есть это кризис, но кризис может оказать оздоровляющий эффект. Это как раз время для вот таких вот изысканий внутренних ресурсов. Для другого выхода нету. Для трансформации. Я думаю, что по всем нашим компаниям мы провели стресс-тессы. В целом для компаний никакой угрозы нет, для потери какой-то устойчивости финансовой. Наоборот, мы будем ускорять наши инвестиционные программы, связанные с инфраструктурой, связанные с крупными промышленными стройками. Я думаю, что все крупные компании тоже должны это делать, чтобы поддержать внутренний спрос для малого и среднего бизнеса. Поэтому я вот хочу сказать, что в краткосрочном периоде могут быть определенные трудности, но мы справимся с этим. А в долгосрочном периоде это абсолютное благо для саморук казны. Спасибо. Прошите, Александр Иванович. Спасибо.